О перспективах Горьковского шоссе в Казани внезапно заговорили в конце прошлого года. Эта трасса, ежечасно пропускающая несколько тысяч автомобилей, уже не первый год больна дорожным тромбозом. Все мы с вами ездим по Горьковскому шоссе, особенно в летние периоды или выходные, и мы видим, что трасса перегружена с учетом строительства еще новых жилых районов, то есть трасса полностью стала забитой, загруженной. Отрезок от факела до автозаправки Татнефти в Залесном насытят не только разворотными петлями, но и расширят с четырех до шести полос. Именно этот участок потребовал вырубки леса, особо охраняемой природной территорией Лебяжья. Российское законодательство предусматривает, что при осуществлении хозяйственной деятельности необходимо делать разделы охраны окружающей среды, разделы оценки воздействия на окружающую среду и рассчитывать там ущербы, и на что ущерба делать компенсационные мероприятия, в случае, если ущерба имеет место. Территория лесопарка Лебяжья сокращается. Лесной массив с деревьями, долгожителями и озера уже со всех сторон зажаты промзонами, дорогами и жильем, которые придется отчуждать, а значит снижать биоразнообразие не только новой полосы отвода, но и соседней. Надо иметь в виду, что это особо охраняемая природная территория местного значения, и если какая-то полоса отчуждается, выдохтена, то она должна заменяться. Хоть вот то не заменяться, то она должна прирезаться тогда, скажем, эта территория, ну хотя бы равнозначная территория, как минимум, должна быть прирезана. Это, так сказать, просто компенсационное мероприятие в этой ситуации. Предстоящие компенсационные мероприятия в денежном и натуральном выражении подтверждают и в исполкоме Казани. Для сравнения, замороженный проект высокоскоростной магистрали Москва-Казань через лесопарк Лебяжье тоже предполагал вырубку. Поваленные деревья планировали компенсировать 170 тысячами саженцев и выплатой городу 1,3 миллиарда рублей. Причем сумма в 2016 году в два раза превышала годовой муниципальный бюджет на благоустройство. Однако на данный момент в Казанской мэрии волнений по этому поводу нет. В случае с реконструкцией Горьковского шоссе таких объемов выплат и компенсационных посадок не потребуется, потому что на 70% дороги уже организовано трехполосное движение в обе стороны. Главное это не расширение дороги, а отказ от светофоров и появление развязок. При строительстве дорог, особенно вот там, где сейчас получается, там ведь дорога идет в очень таком интересном районе. Там с одной стороны лесопарк Лебяжье, с другой стороны лесопарк Лебяжье. А между ними дорога, скоростная магистраль, по сути. А вот зеленых коридоров для того, чтобы животные могли бы пойти, до сих пор еще не было сделано ни разу. То есть у нас вообще в Казани зеленых коридоров просто нет на дорогах. И поэтому там ежегодно отмечается гибреживотных. Я лично видела лосей сбитых, в общем-то, пострадавших на этой территории. Сто процентных довольных никогда не будет. Но так или иначе город должен на это идти, чтобы не стоять на месте, развиваться и не встать в транспортном коллапсе большом. Удобство от расширения дороги получат в первую очередь жители данной части Кировского района, села Осинова, Маятниково и эмигранты Зеленодольска, Верхнеуслонского района. В общем-то, все те, кто регулярно пользуются Горкевскими шоссе. Это только одно направление казанской агломерации. Транспортная инфраструктура пока не успевает за массовым строительством жилья и требует миллиардных инвестиций. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюс.